И они всегда с вами. Потому что ваша голова не сможет в реальности через месяц все это проанализировать, сказать, все это вспомнить. А когда вам придется возвращаться обратно и откатывать все это, во-первых, вы теряете время, во-вторых, вы теряете собственные силы, ну и так далее, и так подобное. Вот. Это, соответственно, такой большой этап. И еще, помимо всего прочего, когда вы понимаете, что друзья-друзей уже закончились и кто-то из них, у кого-то есть площадка, у кого-то еще что-то, вы смотрите и пишите. Пишите и не только у фамилии, да? Потому что площадки обычно за несколько месяцев как-то, сейчас, пробирают какую-то афишу, еще что-то делают, все равно все идеи разрабатывают. Что это может быть? Вот сейчас как раз про встречи. Отдельные вопросы вот про то, что вы сейчас говорили. То есть вот мы делаем вот этот вот медиаплан, вы полагаете, что мы... Это еще не медиаплан, это еще... Мы делаем вот этот весь список для того, чтобы потом закидывать пресс-фелизами о том, что у нас есть такой проект или что? Сейчас, сейчас, сейчас будет. То есть вы сначала делаете план. Вы сначала делаете план и потом, соответственно, вы уже в процессе медиапланирования будете писать идеи. Вы сначала пишите своим, как, не знаю, друзьям, коллегам, знакомым, площадкам, которые вам нравятся, о том, что у вас есть такая-то идея. И, ребята, давайте поищем какие-то общие граники, да? То есть потом вы будете садиться с этими людьми и прорабатывать. Здесь мы будем, там, если у нас, не знаю, это следующее, если у нас есть, там, не знаю, тема, предположим, там, книга или IT, книга или IT, там, ну, предположим, IT, да, и вы хотите сделать, там, не знаю, социальный проект, разработать, там, какие-нибудь программы для слабослышащих или еще что-то, значит, вы идете и в IT, и, там, не знаю, и к людям, которые этим занимаются, и к НКО, и еще к чему-то. И, соответственно, вы ищете все грани, которые могут подходить quanto ваш проект. Вы пишете, там, не знаю, разным городам, если вы понимаете, что здесь вы будете, в этот день вы будете в Казани, в этот день вы будете в Перми. Что, типа, ребята, вот, вот давайте, давайте что-нибудь сделаем, давайте сделаем что-нибудь крутое, это... До запуска проекта, во время допуска. До запуска! Это всё до запуска. Я еще говорю обо всём том, что будет до запуска проекта. и соответственно вы ищете разные грани, даже если, не понимаете в чем особенность с презентацией проекта вас не везде пустят, вы не везде сможете презентовать свой проект плюс ко всему презентации бывают очень разные, если вы собираетесь на общественное движение не факт, что кто-то захочет, чтобы вы рассказывали лекцию про общественное движение, не факт, что на это соберутся ну например, если вы возьмете, не знаю, историю молодежи 20 века в общественных движениях напишите какому-то своему знакомому, который вместе разработаете какую-то тему соответственно на вас уже и к вам будут какие-то люди, степени узнавания станет больше это все нужно для того, чтобы сформировать свою аудиторию, для того, чтобы найти для себя каких-то партнеров это очень важно, почему? потому что потом с этим вы можете идти к фондам, вы можете идти еще к каким-то партнерам и говорить, вот смотрите, не я одна с той сумасшедшей идеей, а нас много и у меня есть такие-то, такие-то, такие-то люди и такие-то, такие-то люди, которые поддерживают меня в этом, а еще мы делаем здесь и вот здесь и вот здесь язык решился с этим человеком, да, и у нас есть вот такая идея, и поэтому дайте при нее, пожалуйста, денег вот, соответственно, это еще один пункт, вот этот пункт касается уже непосредственно проработки всего потому что вы режиссер, на самом деле, все, что я сейчас расстязывала, а потом будет составлять ваш такой небольшой фильм да, то есть весь круг файтер, на самом деле, это такая, не знаю, пьеса, фильм, еще что-то, где вы режиссер где вы выстраиваете собственные конфликты, добавляете дополнительных героев в качестве партнеров, привлекаете дополнительные темы и всегда есть конфликт, герои и счастливый конец если вы в конце будете говорить о том, что, там, не знаю, у нас, у нас все плохо и все печально, то как бы мелодраму любят все, мелодраму любят не все вот, и это будет такой большой, и вот сейчас посмотрим еще одно видео про Кватеману вы увидите, на какой сбор сейчас Губанина, пока что вы включаете, я о ней еще сначала расскажу собственно, Вика Маликова это прекрасный брат из Уфы, которому бояло сидеть в эфире она взяла, поучиваясь, уехала спасать людей сначала в Сальвадор, потом еще и потом попала в Ватемалу, где решила спасать людей Сусмаря и Губанина провозилась на Бумстартере в нем участвовало клиник построили за год 20 волонтеров из разных стран совершенно потрясающе чумовые истории про то, как они все это делали про то, как они все это спасали и про то, что вообще про индейцев майя все слышали только из не знаю, из вокруг света или чего остатого-нибудь а тут как бы вот все в реальности и все про какую историю а подскажите, а это был социальный проект это социальный проект это социальный волонтерский проект да когда ко мне приходят пациенты я не знаю, кому они молятся мне не важно, какого цвета у них кожи мне не важно, грязные они они только что вышли из душа мне не интересует, какого они пола или сексуальной ориентации я не ищу причин, почему мне нужно помогать я просто помогаю потому что я вижу людей которые нуждаются в помощи несколько лет назад я прилетела в абсолютно глухую математскую деревню где не было вообще ничего ни электричества, ни горячей воды естественно не было интернета, никаких благ цивилизации и не было никакой медицинской помощи совершенно никакой диареи, туберкулезы, ментозы, пневмонии это излечимые заболевания мне тяжело осознавать, что в этой стране дети умирают от голода и от тех болезней которые во всем цивилизованном мире лечатся потому что есть больницы и есть врачи в Готемале, даже если ты знаешь что это за заболевание и как его лечить у тебя по факту есть всего одна таблетка и кому ее отдать? тому, кто уже почти мертв или тому, кто еще жив решать только тебе я решила это изменить я решила открыть клинику там, где нет ни больниц ни медпунктов, ни врачей это бесплатная клиника клиника для тех кто не может заплатить за лечение эта клиника будет построена пожертвами у нас уже есть место для строительства у нас есть договоренность с правительством и местной администрацией у нас есть чудесная команда волонтеров это врачи, медсестры, строители это те люди, которые уже сегодня готовы ехать в Батемалу и начать работать с нами для того, чтобы осуществить первый этап проекта нам нужно собрать 1 миллион 200 тысяч рублей это затрат на строительство самого здания клиники и приобретение санитарного автомобиля для транспортировки пациентов твой вклад в проект бесценен потому что спасая даже одну жизнь ты спасаешь целый мир вот ну как вы видели соответственно проект набрал и помимо всего прочего ротфайдинга было уже несколько и сейчас ребята делают ротфайдинг для того, чтобы собрать на лакоматический туалет на туалет в деревне где они расположены потому что там дикая десанитария и это соответственно отсутствие общественных туалетов ведет к большим рискам заболеваниям ну почему еще и соответственно когда то есть у вас есть идея вы проанализировали все сделали видео и дальше помимо онлайн помимо медиапроекта помимо медиапроекта который у вас появился под который вы сделали не только социальные сети но не знаю сверстали сверстали в тилле какой-то сайт где будут ваши контакты где будут ваши истории где будет что-то обновляться или не только в тилле но это отдельная тема соответственно вы поняли вы нашли с кем вы будете сотрудничать по какой теме ребята например очень много сотрудничали приходили в портхаб лариса рассказывала про то что происходит поехала вы только сама но кстати к разговору про сми здесь в этом проекте мы тоже столкнулись с большой проблемой соответственно очень еще важная тема сообществами ребятам сейчас очень нужны медики медики-волонтеры и они в и они в разных официальных сетях знакомятся с ними включая тигр милые девочки пишут медикам из Индии и так далее и подбивают их приехать в Ватемалу приезжают серьезно соответственно из Индии в Ватемалу в Индии то все хорошо они сейчас заключили большой или заключают большой договор с индийскими фармацевтами как раз у них еще очень крутые акции они они купили крокодилов гена и чебурашек и сейчас отправляют их ватемальским детям а акционерам везут пончи которые сделали или гаватемальцы еще много чего то есть у них фихоль это дикая странная штука делается из посоли очень странная я просто пробовала когда Лариса возвращалась обратно соответственно когда у вас уже появилось все это вы все это забиваете в большой медиаплан и делаете его с конца вот вы видели в начале было 4 правила не торопиться делать красиво планировать с конца зачем это надо когда вы понимаете что у вас крутфандинг должен закончиться в октябре вы должны в октябре получить результат вы планируете от октября обратно гарантирую вам вы получите совсем другое совсем другой результат когда вы планируете с начала до конца вот просто потому что я сама сейчас мы разрабатываем еще один большой большой крутфандинг у нас начинается в июле который буду вести я полностью мы делаем крутфандинг на 800 тысяч для книги с продвижением сайта с продвижением всего крутфандинг как один из инструментов для приближения проекта сегодня это модно сегодня так делают и это на самом деле довольно качественно качественная тема она хорошо работает если все правильно построить и когда я села и допланировала все и поняла что чуть-чуть не умещаемся в эти сроки и нам пришлось перевести крутфандинг на 2 месяца в перевод потому что лето это мертвый сезон вы понимаете что когда вам это уже много раз говорили но вы сами знаете что когда праздники не лайкают посты в фейсбуке не лайкают посты в контактике ну и много чего другого соответственно вы забиваете все все свои таблички и планы сделаете один большой план например в excel красивые замечаются у нас конца и дальше вы начинаете работать с партнерами социальными сетями тоже там размечая делая все это для каждого должен быть отдельный план на последнем этапе вы начинаете работать с различными фондами и с большими партнерами идти к яндексу или не к яндексу идти в этот фонд или в этот фонд просто потому что когда вам есть с чем идти то есть в финальной стадии а это где-то вторая половинка фондов то есть вы помните что у вас есть две точки это 50% и там 100% где-то когда у вас 70% вы можете идти к каким-то партнерам к каким-то большим партнерам которые вам могут дать денег, дать связи почему? потому что идентификация иди начинают работать на вас сообщества начинают работать на вас у вас уже есть конфликт тоже вечная проблема когда добрались до 50% дальше вы начинаете говорить спасибо не надо говорить спасибо но не надо говорить его много потому что когда вы говорите если у нас все хорошо, у нас 50%, конфликта уже нет, и очень часто, почему еще очень часто падают с горы? Вы сами помните, есть фильмы, которые вы смотрите, 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 и вот вы понимаете, что 50% сериала вы посмотрели, а конфликта в машине нет, и он смотреть уже не может. Поэтому создатели растягивают, как например, X, или еще что-нибудь, карточный домик, и многое другое. Ваня, вопрос на счет сезонности, а лето вы говорите обо всех проектах? О большинстве, или это, например, вы можете выходить в оффлайн аудиторию, ну то есть если у вас проект, вы можете выходить на летнюю площадку, в парке. Не знаю, если вы в Москве, свяжитесь с Зилом, с музеоном, еще с кем-то, они пойдут вам на встречу, если вы... Смотрите, под каждого партнера, под каждое сообщество, под каждый проект нужно искать свой ключ. А если онлайн, а если онлайн? Онлайн? Ну, как бы, вы летом много сидите в интернете? Если у вас, не знаю, если на улице тепло, если на улице свет солнечко. И жук на картошке сидит. И дети хотят, чтобы, не знаю, мама или папа привели их, не знаю, когда они любят. И так далее. Ну, это как бы понятно, да? На улице тепло. Ну, вы сейчас, наверное, сидите здесь, если бы было теплее, и было бы солнышко, вас бы здесь сидело меньше. Сто процентов, потому что нужно было бы гулять, и было бы много других дел. Вот. Ну, я очень ценю, что вы здесь сидите. Вот. Ну, погода в этом году работает как раз на крупсване, например, на кучу декортаек. Вот. И, соответственно, сезонка очень хорошо работает. И, ну, то есть, это видно там по всему, да? По продажам, еще почему. Почему и существуют земли распродажи, да? Почему существуют, я не знаю, новогодние распродажи, когда все бегают, бегают, бегают и покупают подарки. Здесь то же самое. Вот, под Новый год вы можете делать распродажи, все будут бегать, бегать, бегать и что-то покупать. Все аналогично. Вот. Еще какие-то вопросы? Вот на данном этапе. Вы все-таки сидите? Либо вам уже надоело, либо... Либо еще нет. Еще нет? Еще нет. Продолжаем. Так, соответственно, вот. Это тоже самое, как в этом мастер-проект. А это подробнее. Ребята собирают на машину. Нужна дополнительная машина. Это два прекрасных волонтера. Этот пост стал четвертым по популярности и самый популярный по увеличению аудитории. Ну, по-моему, вежливое количество людей. И это один из... Можно я просто перебью? Это... Вы сейчас все говорите о расистном, по крайней мере. Да. Это какой проект? Нет. Вот девушка. Девушка. Вот. Вот эти и следующие. Вот. Так вот мало. Это все волонтеры. А, все на дупо раз. Это все проект. Да. Это просто относится к... Вот этому путьку. К экспериментам. То есть это просто... Есть какие-то ошибки, которые работают всегда. Всегда работают конфликты. Здесь можно прочитать тему модного ныне названия старитейлинга. А если попроще, то просто умение рассказывать истории. Умение как раз таки делать истории проекта, организовывать так, чтобы было интересно сделать это как фильм, да? И быть самим самостоятельным режиссером. Вот такие вот прекрасные девушки, волонтеры, которые... Моют машину. Собрали лучше всех. И у ребят как-то очень активно учила увлекаться аудитория. И... Крутфандинг тоже все в общем хорошо. И... Это в фейсбуке? Это в фейсбуке. В фейсбуке у них было. И это вот как бы... Ну, это... Это на самом деле, как бы такая фишка. Это не то, что крутфандинг. Это вот к теме кругфандинга не относится. Но это относится к теме... К теме вообще пиар и продвижения, да? То есть, они могут этот пост потом использовать в кругфандинге. Они могут... Они могут это использовать. На самом деле, все просто. Они сейчас... Собирают на машину. И у них будет благоценка и сборная машина для клиники. И это благое дело, которое просто вот проиллюстрировали прекрасными барышнями, которые моют автомобили. Здесь все абсолютно на грани величия. И все прекрасно и хорошо. Это работает? Это работает. Вот, я только что говорила, что это... Смотрите, как бы на помощь бедным, там, несчастным, больным людям. Смотрите... Мне кажется, это недоостревая аудитория. Вот эти вот попы праздники. Смотрите, тут как бы фишка в том, что... Сама история еще такая. Я не предлагаю вам, там, не знаю, для кому-либо еще собирать на... На какой-то церковный, ну, не церковный, да, на какой-то там благотворительный проект. У каждого свои, абсолютно свои методы. Я рассказываю вам... Нет, душу, нет, душу. Мы уже поняли, как надо делать. Просто модель понять хотим. Еще раз. Модель, модель, лучше понять. Модель? Это... Ребята просто сели и поэкспериментировали. Ну, то же самое, там, можно сказать, о разных акциях, Гриндписа и тот, что Гриндрисы было много. Да, когда это все шло на грани... Когда это все было спорно, и оно шло на грани с чем-то. Да, соответственно, здесь ребята сыграют на машину. На предмет. Начнем с этого. На предмет, да, на благое дело, но на предмет. Иллюстрировать, например, этой фотографией, там, не знаю, сбор на... На ту же глину, по ним и не ставят. Да? А, соответственно, на предмет, да. На территорию рассчитаны. Но это же не предмет будет скидываться деньгами. Это еще какие-то люди, да? Любая же история. На основном на мужчины, на основном на мужчины, на основном на мужчины. Понравилось вам. А сколько денег они собрали? Денег сколько? Ну, это еще продолжается. Вот сейчас. Сколько денег денег, сколько собран. Ну, соответственно, у них было несколько флотфайдингов. Первый проект, когда собрали больше миллиона, и они продолжают собирать. На машину. На машину еще в процессе все. Сейчас нет пока цифр. Ну, сейчас нет, ну, у меня сейчас нет цифр на машину. Если хотите, я вам могу прислать там, в течение пары дней. Сейчас еще есть... Ну, я могу про проекты написать, там, не знаю, в группу или еще что-то, но в целом проект уже сейчас успешный. Ну, то есть, у них, по-любому, я не говорю конкретно про... Я говорю про вариантов работ с аудиторией. Ну, то есть, это вот, это один из способов. То есть, это один из способов основания. Не факт, что там, какая-то вещь, вам принесет какие-то деньги, какие-то нет. Да, соответственно, вы можете здесь все посмотреть. Особенность в том, что есть вещи, которые деньги приносят, и есть вещи, которые деньги не приносят. Которые приносят, там, комментарии, узнаваемость, еще что-то. Но все это складывает в итоге одну мозаику. Да, соответственно, есть черный пиар, плохой пиар, который, там, через какое-то время начинает работать точно так же на проект, как и хороший пиар. Какие-то акции на грани очень часто начинают точно так же со временем работать на эти же проекты. И то же самое нужно сказать про людях. Я знаю, там, много, много, ну, там, достаточно много людей, которые используя сегодня, там, тему своего не очень хорошего прошлого, или, там, иногда даже тему не очень хорошего прошлого семейного, сегодня очень активно и очень хорошо делают какие-то очень крутые вещи. И все это работает. Я сейчас рассказывала конкретно не о том, что, там, не знаю, одна фотография барышень может принести, там, не знаю, вам 300 долларов, а о том, что вариант использовать что-то, да, что будет работать, да, там, не знаю, конфликт, ссора барышней машины, которые, на самом деле, очень архитипичные, которые используют уже давным-давно и которые по-прежнему продолжают работать, да, то есть как способ узнавания. Это все, приходящее в общую кангу, в общую кангу, я не знаю, краудфандинга, пиар-компании, сборов, начинает играть в плюс. Если, конечно, таких барышень может выставить, там, не знаю, 40 или 50, это будет начнет, это начнет играть в минус, да, но когда есть что-то дополнительное, да, оно может, и когда люди не боятся это использовать, не только там, да, как, например, сегодня мы уже говорили про тему детей, да, постоянное однообразное использование одной темы, да, плюс, там, ну, например, там, на таких, публикациях на таких делах будет работать иногда меньше, чем, там, не знаю, публикация на лайфе, например. И есть отличный пример, есть, там, Соня Шайдулина, которая достаточно долго работала в хосписе «Дом смейком», которая за 8 месяцев работы в проекте сделала, там, проекты с телеканалом «Домашний», с «Лайфом», которые до нее никто не делал, потому что, как бы, ну, Соня классная, крутой журналистический, в свое время была, она работала на «Слоне», я просто знаю ее лично много лет, вот, и она сделала очень крутые штуки, и они сработали намного лучше, то есть их проект «Лайф» принялся им какие-то прям очень-очень неплохие, хорошие деньги, вот. По суммам, опять-таки, тоже могу сказать, можно там конкретно посмотреть проекты, потому что я этим проектом не занимаюсь. Опять-таки здесь же, сейчас, одну минутку, опять-таки здесь же я занимаюсь тоже в большей степени медиатекстами, текстами для медиа, и у нас, например, в России сложилась большая проблема с публикацией, репортажа, очень крутой темой, да, вот, там, шикарная история Вики, которая работает в ЖЖ, которая работает везде, но у нас сложилась проблема с тем, что, вот, я не могу опубликовать этот текст в принципе, да, его не пропкизило, его не берут там какие-то еще издания, его не берут там еще какие-то издания, не потому что тема, там, не хороша, да, или не потому что там история не крутая, area крутая. Или потому что там степень узнавания маленьких, степень узнавания огромная. Просто потому что сегодня СМИ, ну, под которым попадал этот формат текстов, Их нет практически. Издания портнажных СМИ их нет. Соответственно, дальше начинается поиск каких-то еще изданий, под которые подойдет эта тема, еще что-то. Те же какие-то издания мне говорили, что очень круто, очень интересно, но как-то не подходят в связи с тем, что тексты про социалку у нас не работают. У нас работают тексты правительства, например. Хотя у ребят очень крутая тема работы с волонтерами, у них дикое количество волонтеров, которые они курируют и так далее. У вас был вопрос? Да, я хотела бы попросить вернуть буквально секундочку на страничку выводы. Выводы? А не выводы сейчас? Да, спасибо. Вопросы есть сейчас? Я правильно понимаю, что вы говорите о провокации некаковой умеренной? Да. То есть это стоит использовать все-таки то, чего люди не ожидают. То есть, грубо говоря, если все привыкли видеть историю про бедных детей, страдающих взрослых, страдающих гантемали, все привыкли что-то такое видеть болезненное, душевное, тропотельное, душещипательное, а тут какие-то странные женщины с культурой тачкой. Ну, хорошо, это понятно, что все в рамках разумности, да? Плюс опять не менее. Особенность в том, что здесь иностранный проект. Начнем с того, что это проект за границей. Для людей вот эти вот тропики, понимание того, что это индейцы майя, еще что-то, да? То есть это еще начинка проекта. То есть когда вы делаете свой проект, я почему сказала про плюсы и про минусы, вы должны понимать, что вот здесь и вот здесь все эти штуки, они планировались все, я вам заговорилась, планировались намного раньше. То есть вот здесь мы сделаем вот такую-то грань, здесь мы сделаем вот такую-то грань, вот здесь мы сделаем вот здесь вот с этими ребятами, а здесь мы сделаем вот здесь. Именно поэтому я говорила про планирование там типа за 23 месяца, да? Про площадки еще про что-то и про списки, и про аналитику. Вот. Да, соответственно, вы планируете, понимаете? Ну, серьезно, почитайте про блог, то есть там Вики Валиковой, который можно найти, и там совершенно прекрасная история. И вы поймете, что у ребят вот здесь использовано вот это, а вот здесь использовано вот это, а вот здесь вот тут. А еще как бы там даже Лариса Мельникова, которая на самом деле очень крутой менеджер, ходила и рассказывала, например, на тот же Покат Найкс, который вообще делает фонд Наумана и делает его для бизнесменов и рассказывает про права, она рассказывает, как они проводились с волонтерами, да? То есть вот один из примеров того, как в бизнес-проект, в бизнес-проект, да, она была как спикер, как в бизнес-формат приходится волонтерский проект. Я продолжу, можно? То есть вот к чему мой вопрос. Потому что вот пока вы сопровождаете компанию, вот, краудфандеры, я понимаю, что пока нет цифр, но было бы здорово, может быть, понять эту обратную связь аналитику. То есть условно, вы сделали какую-то активность, да, вы сделали этот пост ФБ. И, например, увидеть, пошел поток, да, по жертвам, или, наоборот, снизу. То есть получить обратную связь. Ну, смотрите, здесь все-таки во времени нужно смотреть, потому что не сложно, что нам нет. У меня не было задачи здесь рассматривать какую-то одну компанию. Я хотела собрать. Вы понимаете, что это как бы рассказ на полтора часа, да? То есть это вот как бы... Я вам хотела показать и это, и вот это, и вот это, еще рассказать вот про это. А если я начну рассказывать еще про то, как тексты писать, то как бы... Медон. Да. Можно, пожалуйста, некая самбри, вот вы сказали интересный момент, да, про то, что работают конфликты, какие-то ситуации на слове. Вот тезисно, что еще работает? По всем вашим проектам, по всему вашему опыту. И дальше. Работает... Всегда работают какие-то положительные и отрицательные истории. То есть когда вам нечего публиковать... Смотрите, когда вам нечего публиковать... Почему я еще говорила про анализ и про партнеров, да? То есть вы находите партнеров, у которых такие же истории, и начинаете это рассказывать. То есть вы начинаете рассказывать еще какие-то истории. Когда у вас тормозится скроуфайлинг, вы рассказываете про плюс и про минус, да? То есть какие-то акции, которые, не знаю, упали, да? Или идеи, которые не сработали. Или идеи, которые вам близки и сработали, например, где-то на западе. И не только на западе. Рассказывается в сетях или нет? Везде. Везде. Вы можете рассказывать это про видео, да? Вы можете, не знаю, привести пример, там еще что-то. Потому что у людей складывается... Ну, так же, как вот в фильме, да? Когда вы смотрите, если у вас постоянно показывают одного и того же героя, то, как бы, ну, не всем режиссерам удается снять, там, не знаю, фильм на протяжении 50 минут, где показывают, не знаю, одну женщину, которая, не знаю, раздевается, одевается или там ходит в квартире, например, да? Вы будете каких-то дополнительных героев рассказывать про вот этот опыт и вот этот опыт и вот этот опыт. Но это такое вот... Опять-таки, поймите, что фишка всего этого, она в том, что люди приходят во многом за развлечениями.